Добрый вечер! Меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы «Ужин для чемпионов», бизнес-тренер и коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг. Эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abtraining.ru, телефон в Москве – плюс семь девятьсот восемьдесят пять, семь восемь четыре, пятьдесят восемь шестьдесят два, плюс семь девятьсот восемьдесят пять, семь восемь четыре, пятьдесят восемь шестьдесят два. Итак, наша программа называется «Ужин для чемпионов». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Как быть успешным? Что для этого необходимо делать? Какими качествами обладать? Это и есть тема нашего сегодняшнего разговора. Сегодня у нас в гостях именно такой человек. Это Александр Карпов. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с Александром знакомы давно, уже более десяти лет, и на «ты». Поэтому я к нему буду обращаться с Сашей. Саша будет обращаться ко мне, Андрей. Хорошо. Саш, для наших радиослушателей расскажу о твоих главных достижениях, ну так, крупными масками. В свое время ты создал красноярскую телерадиокомпанию «Афонтово», в которую входят три телеканала и две радиостанции, и был ее генеральным директором. Также ты был директором по развитию компании «Видео Интернешнл Проджект», генеральным директором «ТВ-3». Ты обладатель целого ряда престижных премий в области СМИ. У тебя также есть государственные награды. И, насколько я знаю, в настоящее время ты развиваешь сеть русскоязычных радиостанций в шести городах Испании. И это тоже очень достойное достижение. Ты женат, у тебя трое детей. Хочешь еще что-нибудь добавить? Вполне достаточно. Я бы хотел познакомиться с этим человеком. Отлично. Саша, сегодня все очень много говорят о таком понятии, как успех. И многих волнует, как его добиться. Я предлагаю поговорить именно об успехе. Словари определяют успех как достижение поставленных целей в задуманном деле. Положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. А как ты определяешь успех? Что это для тебя? Ну, знаешь, как-то давным-давно я услышал замечательную фразу. Успешные люди настолько заняты, что они про это не думают совершенно. Вот я, честно говоря, не думал даже, что значит для меня успех. Но вот, с одной стороны, с другой стороны, есть такие понятия. Ну, это, видимо, где-то синонимы, они только в разных плоскостях находятся. Есть понятие счастье, это состояние внутреннее, душевное, когда ты сам оцениваешь, вот, счастлив ли ты. И оно многогранно. Оно может складываться из разных вещей. А успех, в моем понимании, это некий такой субъективный фактор, когда тебя оценивают. Вот сложно сказать, там, успешен ли я. Должны другие сказать, успешен я или нет. Потому что, ну, вот мне самому очень сложно. Мне кажется, что это нормально, то, что я делаю, это, в общем, ну, да. Ну, что-то у меня получается, что-то не получается. Но люди говорят, что, да, у тебя там что-то, ты успешен. Ну, хорошо, я успешен. Ну, просто кто-то может быть успешным токарем, а кто-то может быть успешным медиа-менеджером. Ну, вот, с моей точки зрения, разницы нет никакой. Ну, может быть, только в доходах. Хотя не это главное. Ты сказал, что другие оценивают, насколько человек может быть успешен или нет. Ну, а сам-то ты как считаешь, ты вообще успешный человек для себя, в глубине души? Я думаю, что я счастливый человек. Я живу в состоянии душевного комфорта. И, в общем, то, что я раньше делал по бизнесу, мне, в общем, всегда нравилось. И поэтому у меня что-то получалось. И я, да, я горжусь тем, что я смог сделать за свою, в общем, пока недолгую жизнь. Ну, в общем, я думаю, что мне есть чем гордиться. И мы создали, ну, реально, в свое время с партнерами одну из лучших региональных телекомпаний. Я скромно назову одну из их, потому что я-то считаю все-таки, что она лучшая региональная компания была. Вот. Ну, и много чего всякого. В разном, поэтому, да, наверное, успешен. Вот смотри, ты назвал, как один из признаков успеха, это то, что ты создал одну из самых лучших региональных радиокомпаний. А по каким еще признакам ты можешь определить вообще успешность? Ну, успешность – это, в первую очередь, востребованность проекта. То, что ты делаешь, вот востребован, но востребован ли этот проект людьми? Это в разных плоскостях, это не знаю, там, начиная от благотворительности и заканчивая, там, какими-то бизнес-идеями. Если это востребовано, если ты сделал это так, как до тебя не делал никто, и это живет, и это развивается, ну, да, наверное, это такой успешный, ну, наверное, это успешный проект. Потому что, ну, вот в бизнесе, ну, скажем так, я когда-то пригласил меня на передачу, я вот так сел, задумался, думаю, вот, собственно, из чего успех, секрет успеха, вот как бы я его охарактеризовал для себя. Ну, вот так вывести формулу успеха. Я, честно говоря, я над этим не думал как-то, ну, вот работаешь, работаешь. В общем, у меня сложилась примерно такая конструкция, возможно, я не оригинален. Сначала нужно просто поверить в себя. Вот ты просто поверь в себя, что ты можешь что-то сделать необычное. После этого ты должен придумать для себя цель, собственно, что ты хочешь сделать. Вот что. После этого ты должен разложить по полочкам, как ты это будешь делать. Потом наступает важный этап. Ты должен сделать шаг, все-таки вот, ну, как бы обдумывать это одно, а принять решение, и вот перейти черту, и начать делать. Вот это очень важный шаг, многие на этом спотыкаются. Вот, грубо говоря, нужно найти в себе силы начать это делать. А после этого есть два момента. Это нужно просто, нужна адская работа, и самое главное, наверное, нужно все-таки любить то, что ты делаешь. Ну, вот, и когда вот эти все компоненты складываются в единое целое, тогда, наверное, и получается какой-то там успешный проект. Причем это же не тактические цели. Ну, вот, ну, бывает тактический успех, но, как говорил Суворов, нам важно не баталию выиграть, а компанию победить. Вот, выигрывать баталии мне неинтересно, мне интересно выигрывать компанию. Поэтому и цели я всегда перед собой, по крайней мере, ставлю такие, стратегические. Не просто там заработать, не знаю, там, столько-то денег, да, а вот что-то создать и потом на этом заработать. То есть я очень люблю играть в долгую. Понятно, что это долгий путь, и в процессе ты можешь где-то проигрывать, где-то выигрывать. Ну, в общем, это такая волнообразная, но главное, в общем, понимать, куда ты идешь и зачем ты все это делаешь. Ты озвучил такое слово, как деньги. Скажи, пожалуйста, а можно ли измерять успех в деньгах? Безусловно, можно. Вот счастье деньгами не измеришь. Поэтому деньги, да, успех, да, кому-то, для кого-то это один из главных критериев успешности проекта. Заработал много денег, успешен, не заработал, не успешен. Я немножко по-другому на это смотрю. Я все время занимаюсь делом, которое, оно меня вштыривает. Я люблю это делать, потому что если у тебя глаза не горят, ну, мне это неинтересно. Я начинаю скучать, как-то вот не грустно становится, и мне без разницы, большие там деньги или маленькие, мне все равно. Скажи, пожалуйста, в продолжение этой темы, а для тебя, что для тебя деньги? Для меня деньги это средство реализации каких-то собственных потребностей. Вот, ну, это, это просто очередной механизм, ну, в чем таких, как, ну, не знаю, я, там, сейчас плачу достаточно дорого за обучение своих, там, пока двоих детей. Сейчас третий подрастет, и он тоже пойдет. То есть я, у меня, я считаю, главным своим проектом в жизни это вот две девочки и мальчик, которые у меня бегают по дому. Вот, собственно, сейчас я инвестирую в этот проект, поэтому деньги мне нужны для того, чтобы из этих замечательных детей что-то, чтобы, чтобы это был такой самый успешный проект в моей жизни. Вот, ты озвучил такое слово, как семья, дети, да? Вот смотри, я когда перечислял твои достижения, ну, так у нас сложилось обычно, что мы обычно в конце называем, говорим, женат, трое детей, да? А вот какую роль на пути к успеху играет семья? Ну, знаешь, вот абсолютно колоссальную. Ну, раньше, когда я был несколько моложе, и деревья были большими, я немножко по-другому смотрел на семью, и, в общем, как-то так все... Семья была таким вспомогательным инструментом для достижения каких-то бизнес-целей. А сейчас я понимаю, что у тебя главное в жизни это твоя семья, это твои дети, там, женщина, которую ты любишь, с которой ты живешь вместе, в общем, жена. Поэтому это главное. Если раньше я, не знаю, работал, чтобы жить, то теперь я живу, чтобы работать. Вот у меня приоритеты немножко поменялись, на самом деле. Ну что же, интересно. Мы с тобой сейчас поговорили об успехе как о социальном определении или как о социальном понятии. Я хочу напомнить, что спонсор нашей программы – компания «Абэ-тренинг», эффективные тренинги для персонала, мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт «Абэ-тренинг.ру», телефон в Москве – плюс семь девятьсот восемьдесят пять, семь восемь четыре, пять восемь шесть два. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, семь восемь четыре, пять восемь шесть два. И буквально через мгновение мы с тобой продолжим разговор на тему, почему кто-то добивается успеха, а почему кто-то нет. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Мой гость – Александр Карпов. Мы обсуждаем тему успеха в жизни. Задавайте вопросы нашему чемпиону, звоните в прямом эфире. Наш эфирный телефон – 65 10 99 и 6, код города – 495. Итак, Саша, у тебя богатый профессиональный опыт работы с успешными людьми. Как ты думаешь, почему одни люди добиваются успеха, а другие считают, что терпят поражение? И если у тебя есть какие-то примеры из твоей жизни, из твоего профессионального опыта, по-моему, было бы очень интересно послушать такой рассказ. Ну, ты знаешь, поскольку я вывел для себя вот эту формулу, она у меня разрозненно в каких-то ячейках лежала, то теперь я понимаю, что если вот все составляющие того, ну, я так думаю, того, что я перечислил, если все это срастается, тогда и человек становится успешным. А если что-то выпадает, то тогда, собственно, ну, грубо говоря, там, ты неправильно оценил, что тот проект, который ты делаешь, он может быть востребован людьми, и они могут к нему там положительно отнестись. И ты приложил все усилия, сделал там, а тебе говорят, ну и что? Нам это не надо. Ну вот, или, не знаю, или ты просто делаешь это и не любишь это, а это же отражается все на проекте, ты бы сделал, а вы как? И тебе говорят, ну, да, ну вот как-то. Вот для меня, ну, не знаю, у меня очень понравилось, ну, там, я много читаю, особенно в последнее время, я почитал биографию Стива Джобса и понял одно, он, конечно, противоречивая личность был этот Стив Джобс, но при этом человек настолько верил в свои собственные идеи, настолько любил то дело, которым он занимается, что он ушел, там, ломая все возможные препятствия, и он сделал то, что хотел, и он сделал абсолютно гениальную вещь, он сделал то, что до него никто не делал никогда, вот. Поэтому, а еще раз говорю, а как только звено какое-то выпадает из этого, ты неправильно придумал шаги, пошел не той дорогой, ну вот все, дальше все начинает рушиться. Я поэтому, я как человек осторожный, я весы по гороскопу, я, правда, слабо понимаю, что это все значит, но я всегда, прежде чем принять решение, долго раскачиваюсь, долго думаю, обсуждаю, я сторонник такого коллегиального принятия решений, понятно, что я один, как топ-менеджер, отвечаю за принятое решение в оконцовке, но, в общем, я долго сомневаюсь, ищу варианты, и второй, вот то, что мне в себе не нравится, или наоборот нравится, я всегда, если вижу цель, я всегда разрабатываю там 3-4 варианта дороги, как к этой цели прийти, и я иду таким вот широким плугом, потому что в одном месте не получится, у тебя есть еще 3 запасных, где-то что-то как-то, это главное видеть цель, а дальше двигаться вперед, поэтому, ну вот, не знаю, ну, там все просто, вот формула, она такая, как там, 5 или 6, 5 или 6 составляющих, как только одно звено выпадает, все пирамиды рассыпаются. Вот смотри, ты сейчас сказал про формулу, или, говоря другими словами, про определенный алгоритм движения, да, а при этом, вот, я встречался, разговаривал со многими людьми, и они считают, люди, которые добились успеха, они считают, что существует такое понятие, как мысли неуспешных людей, вот с твоей стороны, с твоей точки зрения, есть ли вообще такое понятие мышления неуспешных людей, и чем оно отличается от мышления людей обычных? Есть, безусловно, это вот, безусловно, есть, ну, что нам дает образование? Образование, это, по сути, ну, как бы такой, это такая пассивная сила, в которой тебе сидит, вот ты получил образование, и дальше чего? После этого ты начинаешь работать, тебе появляется опыт, вот опыт, это уже активная сила, и когда у тебя есть опыт, ты можешь стратегически выстраивать какие-то ходы, там, не знаю, на год вперед, на два года, на десять шагов вперед, и вот, безусловно, все успешные люди, они обладают стратегическим мышлением, то есть они видят не сегодняшний день, и даже не завтрашний, они могут работать на глобальную перспективу, там, на много лет вперед. Это, конечно, сразу видно таких людей, поэтому, наверное, большинство тех, у кого есть это чутье, у кого есть мышление, они, безусловно, все успешны, ну, в той или иной сфере, потому что успех, он относительный, я говорю, там, я с уважением отношусь к успешному токарю, я знал такого в молодости, это был совершенно гениальный человек, плюс, и знал разных людей, которые заработали огромное количество денег, там, не приватизацией, а собственным трудом, а собственными, и, в моем понимании, они абсолютно равны, вот, с точки зрения, я с одинаковым уважением к одному отношусь и к другому. Смотри, сегодня наш мир достаточно сложен, и происходит такое смешение, да, народов, люди двигаются внутри страны, есть люди, которые приезжают, ну, допустим, в крупные города и делают все с их точки зрения правильно, для того, чтобы добиться успеха, и они считают, что для достижения успеха, в общем, все средства хороши. И действительно, мы видим, как многие люди, которые считают себя успешными, шли к своей цели буквально по головам. Скажи, пожалуйста, а ты что можешь сказать вот об этом? Ну, знаешь, я все-таки считаю, что там, ну, существует некая нормальная система отношений, ну, вот, если человек, ну, нормальный, интеллигентный, он никогда, ну, там, вот эти наши заповеди древние, там, не убей, не навреди, там, это же, ну, как бы, ну, как говорил известный профессор Преображенский, если писать мимо унитаза, в стране будет разруха. Вот нельзя этого делать, поэтому, ну, они, такие люди есть, но они мне не интересны, и я к ним, в общем, как-то так без особого уважения и без особых симпатий отношусь, потому что, ну, ну, есть определенные рамки, через которые, я считаю, для себя недопустимым перешагивать. Я там никогда не обману партнера, а если я даже вижу, что, например, у меня, возможно, это выгодная сделка, и я понимаю, что я выиграю во многом, но партнер может потерять в силу незнания каких-то процессов, которые будут происходить, и он реально из-за этого сильно пострадает. Я никогда на это не пойду. Вот недавно я вышел из сделки ровно потому, что объяснил человеку, что если мы пойдем так, то ты потом придешь ко мне с претензиями, а мне важно сохранить еще доброе имя и хорошее отношение с тобой. Для меня отношения важнее, чем деньги, которые я на этом проекте заработаю. Я еще заработаю в другом месте, ну, нормально. Ну, вот. Поэтому я все-таки сторонник таких вот, ну, человеческих отношений в бизнесе. Не акульих замашек, скажем так. Украл, выпил, в тюрьму. Это не моя история. Вот смотри, ты затронул очень важную тему. Какова цена успеха? Потому что, ну, разные люди платят за успех разную цену. Вот есть ли в твоей жизни какие-то примеры или в твоей профессиональной практике иллюстрирующие то, чем и как люди платят за успех? Ну, есть, безусловно, много таких примеров. Кто-то платит за успех, не знаю, репутации. Кто-то платит за успех отношениями, хорошими отношениями с бывшими друзьями. Ну, кто-то платит за успех, не знаю, хорошим отношениям в профессиональной среде. Таких тоже примеров полно. Не знаю. На телевидении так сплошь и рядом. Вроде как успешный человек. А когда начинаешь с ним разговаривать, понимаешь, что он, ну, как бы, ну, вот, этот человек совершенно, я бы с ним в разведку не пошел никогда. И поэтому, ну, вот, ну, много таких примеров. Это все, ну, от каких-то моральных качеств, от воспитания, не знаю. Меня воспитывали, там, родители и славный город Норильск, где я прожил. В общем, у нас был замечательный человек. Такой, это вот просто одна из вех. У нас был там дворник, там, дядя Вася, который отбарабанил, там, лет 15 в Норильске, в Норильлаге. Я когда вышел, ему просто ехать было некуда. И вот он у нас там в Дворницкой. Мы частенько пацанами крыли, с ним разговаривали. И какие-то такие жизненные понятия, они у нас там как-то зародились. Вот дядя Вася был таким очень интересным человеком, идеей которого, ну, как бы, там, не знаю, жизненной философией которого я, в общем, воспринимаю и много от него перенял. Поэтому мне бы не хотелось за успех платить чем-нибудь. Вот лично мне. Я все-таки сторонник, как бы, не навреди. Там, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот я все-таки сторонник такой модели. Поэтому есть огромное количество людей, тех, которых ты назвал, но мне они не симпатичны. Смотри, когда ты говорил о том, чем отличается мышление успешного человека и, условно говоря, человека обычного, ты сказал, что успешный человек – это тот, кто очень часто мыслит на перспективу, то есть мыслит стратегически. Скажи, пожалуйста, а можно ли вообще спланировать свою жизнь как успешную? И если да, то каковы законы такого планирования? Ну, можно. Я вот, я думаю, что эту формулу еще кто-то изобрел до меня, может быть, даже не одна тысяча человек. Но вот, собственно, она реально все просто. Это все просто. Но просто сказать, а не просто сделать. Потому что нужно придумать какую-то идею, то есть во главе любого успешного проекта, но если мы про бизнес говорим, должна лежать некая концептуальная идея. Ее нужно продумать и понять, насколько она жива, насколько она будет востребована людьми и насколько ты это сможешь реализовать. И если ты это все просчитал и просчитал возможность этого успеха и понял, как ты этого добьешься, да, пожалуйста, конечно, ты сделаешь успешно. Ты сделаешь все успешным. Понятно, что тебя ждут какие-то трудные годы, потому что там весь наш, вот там и мой опыт жизни, это реально была пахота с утра до позднего вечера. Мы пахали, вот как не знаю кто. И были падения, мы набивали шишки. И, в общем, как бы многие из моих друзей, они разочаровывались в этом бизнесе, сворачивали. А я неудачу воспринимаю абсолютно как движение вперед. Потому что надо извлекать уроки из ошибок. Ну да, вот ты ошибся, значит, нужно просто понимать, где ты ошибся, почему ошибся, чтобы дальше этого не делать. Нужно использовать свой опыт и опыт других. И нужно все время двигаться. Нужно вот у этого, у мураками, ржи книжка была, танцуй, танцуй. В общем, вот пока ты танцуешь, ты живешь. А как только ты остановишься, все, ты уже не живой. Поэтому вот надо танцевать еще в этом замечательном процессе. Поэтому формула, она простая. А дальше все зависит от того, какое у тебя образование, какое у тебя опыт и какое у тебя чутье. Вот должен быть нюх какой-то такой. Потому что звериный нюх на все эти бизнес-проекты. Интересно. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. Мой гость Александр Карпов, один из гуру, можно сказать, современного российского... Я тебя умоляю. Я прошу и приглашаю наших слушателей задавать вопросы по телефону. Вы можете звонить нам в прямой эфир. Номер 6510996, код города 495. Мы сейчас с тобой поговорили об успехе. Вот как о таком, об общем понятии разных примерах успеха. О цене успеха и так далее. Я хочу задать вопросы немножко из другой области. Вот смотри. На Востоке существует такое понятие, как путь с большой буквы. А есть ли у человека этот путь? Ну вот у человека, скажем так, с западной культурой. И если есть, то у каждого ли человека? И вообще, что это за путь? Как ты считаешь? Ну, видимо, я, не знаю, я же говорю, я весы. У меня периодически я с ума схожу сам от себя. То есть, с одной стороны, я фаталист, и я понимаю, что у нас как-то у каждого свое предназначение. С другой стороны, я понимаю, что вот пока ты бегаешь, прыгаешь, ты чего-то там меняешь мир, сам создаешь. И, в общем, там, оглядываешься назад, и, слава богу, видишь не всегда руины. Вот, но непонятно. Вот есть, опять же, ты про восточную мудрость. Как путь длиной в тысячу миль начинается с одного шага. Вот тут важно сделать первый шаг. Вот как только ты его делаешь, дальше нужно уже танцевать. Вот дальше всю жизнь ты должен танцевать. Поэтому, ну, не знаю, как-то так, наверное. На пути к успеху мы часто встречаем различные препятствия. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, и вот из твоей практики, из твоего опыта, а как преодолеть такие вещи, как разочарование, горечь, боль? Да, ну, опять же, вот я лично, там, не знаю, там мои рецепты, я лично к этим вещам отношусь сугубо положительно. Потому что для меня это жизненный опыт. Вот я понимаю, там, ну, я не хочу испытывать горечь, но если я ее испытаю, я должен, там, понимать, собственно, вот по поводу чего я ее испытал. Я пытаюсь создать максимально комфортные для себя условия жизни, хотя не без этого сложнее пережить, знаешь, такие вещи, как предательство, там, партнеров или друзей. Вот это я очень тяжело по этому поводу переживаю. И, да, такое, в общем, ну, бывало, безусловно. И я еще это воспринимаю плохо, потому что я не могу это предвидеть. Ты человеку доверяешь, и вдруг бац, ну, как же так? Я же вот вроде как с ним, и, ну, а потом, понимаешь, ну, и ладно. Ну, просто мы расходимся, и я понимаю, что жизнь настолько коротка, что мне не хочется тратить время на общение с нехорошими людьми. Вот как-то я определил для себя круг такой, вот, это нехороший человек, я и с ними не буду общаться. Но если по бизнесу надо, конечно, буду мило улыбаться, это, в общем, законы жанра. А так вот, ну, как уберечься от боли и разочарования? Да никак, нужно просто иметь железный, не то что железный стержень, нужно видеть, куда ты идешь. И если, ну, бывают апатии, у меня тоже иногда случалось, что, ну, вот, делаешь, 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 и не получается, не получается. Думаю, что, господи, ну, как же так? Нужно, я лично останавливался, так отходил в сторону, смотрел на это, покуришь, посмотришь, так, день, другой, неделю, месяц переспишь, ну, в зависимости от величины проекта. Думаешь, ну, я ведь вначале видел это все четко и ясно, почему сейчас не получается. Потом начинаешь анализировать, вспоминать, проигрывать ситуацию, вот, и здесь срабатывает вот эта тактика, там, трех-четырех путей, понимаешь, что, да, я же вот сейчас иду по этому пути, а он, видимо, тупиковый, блин, у меня же еще, там, два впереди, еще два есть, ну-ка, давай-ка я вот здесь попробую. Я все-таки стараюсь довести, я очень, ну, как бы, вот, черта, которая нужна еще, это вот упертость, потому что ты должен быть, вот, адский труд, вот, это, реально, это только даже не привычка, это нужно себя заставлять, там, каждое утро, каждый день, там, работать, но, опять же, это невозможно сделать без любви к тому процессу, который ты делаешь. Если тебе это не нравится, ты быстро потеряешь к этому интерес и бросишь на полдороги, и тогда, тогда нет успеха. А если ты в это веришь, и ты это любишь, ищешь варианты, вот, мучаешься, там, терзаешься, но, ну, не скажу, что все проекты у меня были успешные, просто те, что были неуспешные, я их, если честно, не очень-то и любил. Так. Спасибо. Кстати, вы можете задавать вопросы через наш сайт. Вот, слушательница Ольга прислала вопрос. Александр, как вы расслабляетесь? Нет, я, я всегда расслабленный. Нет, у меня есть, ну, во-первых, я расслабляюсь в семье, потому что с детьми, с ними просто очень весело и симпатично. С ними тяжело, конечно, потому что они маленькие, все время с ними нужно, с одной стороны, заниматься, с другой стороны, с ними очень интересно общаться. Я сам расту вместе с ними, и они растут вместе со мной. Это раз. Второе, ну, у меня там, ну, семья, это первое. Потом у меня есть два хобби. Одно, это подводная фотография, и второе хобби, это мототуризм. Мы с женой на мотоцикле, тут, когда бывают времена, в общем, так поездили, в Норвегию съездили, там, в Испанию, в Австрию, ну, в общем, мы выездим. Вот, и подводная фотография в апреле, у меня была мечта, я 10 лет все мечтал съездить в Индонезию, поснимать пролив Лимбех, там уже вот такие удивительные маленькие гады, макросъемка. И вот через 10 лет, наконец-то, я туда поехал. Ну, просто времени не было, никак не получалось. А тут вот я два дня лежал на дне с фотоаппаратом, и это было полное счастье. Саш, еще один вопрос с сайта, наш слушатель Иван спрашивает, вы так же успешны в своих хобби, как в бизнесе? Ну, вот, не знаю, я фотографии, я делаю для себя, у меня главный эксперт, это жена, она очень критично ко всем этим вещам относится, и она говорит, нравится или не нравится. Ну, мне нравится то, что я делаю, жена тоже положительная, иногда она говорит, да, вот у тебя из этих там 200 фотографий две ничего, в общем, и для меня это высшая похвала. Ну, друзьям показываю, в общем, некоторые нравятся и друзьям, ну, не знаю, это же надо предъявить на суд общественности, а мототуризм, это как бы, а как его оценить? Ты же, он не оценивается, ты просто едешь, получаешь удовольствие, потому что это, ну, это другое, это другое восприятие мира, другие запахи, другое средство передвижения, в общем, ты просто отдых по-другому проводишь, поэтому мне нравится то, что я делаю, в том числе и хобби, я люблю это, поэтому мне все равно, как это оценивают другие, по большому счету. Смотри, ты говорил о стратегическом мышлении и о видении, а ты при этом не упомянул такой важной вещи, как мечта. Скажи, пожалуйста, а успех и мечта, есть ли между ними взаимосвязь, если есть, то какая? И вообще, о чем ты мечтаешь? Ну, понимаешь, вот если взять, там, не знаю, вот три этих понятия, там, счастье, мечта и успех, у меня как-то вот слово, там, успех, больше он, ну, ассоциируется с такой профессиональной деятельностью больше, потому что я не могу себе представить, там, не знаю, он успешный семьянин, ну, как-то это вот, или, там, у него успешная семья, ну, бред какой-то. Поэтому успех, это, в первую очередь, та общественная работа или тот бизнес, которым ты занимаешься, ну, как бы вне семьи. А счастье, это вот все, в том числе и твоя работа, но на первом месте, вот, твой внутренний мир, там, твои ощущения, твои отношения, там, не знаю, с родными, с близкими, и, в общем, как-то. А мечта, она же может быть такая, у меня много мечт, бывают мечты тактические, бывают мечты стратегические. Есть маленькие мечты, ну, там, придумал что-нибудь себе, ну, вот, надо сделать вот это. Ну, и как-то вот раз-раз-раз, и, в общем, сейчас эти мечты, они все не в материальном, не в материальной плоскости находятся. Это раньше мы по молодости, по глупости все мечтали о каких-то, не знаю, дорогих цацках и прочих разных вещах. Сейчас это как-то все, слава тебе Господи, уже отошло, этот юношеский максимализм давно прошел, и мы так из сферы потребления материальной перешли в сферу потребления духовной, в общем. Поэтому у меня сейчас все мечты, они больше такие, вот, практически духовного плана. Ну, о чем я мечтаю? Ну, я же говорю, у меня там главная семья, вот, и я мечтаю, там, какие у меня вырастут дети, какие они будут, что они будут делать. Ну, вот, все основное у меня сейчас в этой плоскости. Итак, я ведущий программы «Ужин для чемпионов» Андрей Бубукин и мой гость Александр Карпов. Мы обсуждаем тему успеха в жизни. Я приглашаю наших радиослушателей задавать вопросы в прямом эфире по номеру 6510996, код города 495, и через наш сайт финам.фм. Саш, сегодня в ходу слово «миссия». Она есть как у компании, так и у людей. Скажи, пожалуйста, а у тебя вообще в жизни есть миссия? И если есть, то как ее можно сформулировать? Слушай, я вот это все придумал там кто-то в 2018 году. Вот, честно, я, поскольку был на огромных количествах этих всех американских бизнес-тренингов, и у них это вот такая модель, она мне не нравится. Они все время говорят, вы должны придумать миссию своей компании, потому что ваша компания, она должна приносить людям вот то-то, 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 вы работаете для людей. Я думаю, ну, это все какая-то американская лажа. Ну, не понимаю, я к этому проще отношусь. Ну, вот какая миссия, не знаю, ну, есть масс-медиа, понятно, для чего они служат. Потом рисовать эти презентации с миссией, ну, в моем понимании, глупость, потому что если это бизнес, ты должен рисовать бизнес-модель, на чем ты заработаешь деньги. Если это твое хобби, и ты, там, у тебя есть деньги, и ты тратишь это на, там, не знаю, какую-нибудь радиостанцию, которую, понимаешь, она никогда не окупится, но ее будут слушать, там, не знаю, там, две тысячи любителей джаза, и ты для них работаешь, и тебя это вштыривает, и их это вштыривает, и у вас такое сообщество. Ну, вот, ну, как бы, ну, вот это другая модель совершенно. Причем здесь миссия? Ну, вот, не понимаю, какая миссия? У меня, у меня простая миссия. Мне нужно как-то, вот, делать то, что я люблю делать, и вырастить детей. Вот моя главная миссия – это вырастить детей. Вот у меня есть три маленьких человека, за которых я отвечаю, ну, я и моя жена, и, в общем, за которых мы отвечаем, и которых мы должны вырастить. Вот главная моя миссия, потому что, так же, как, наверное, у моих родителей была миссия вырастить меня и моего брата. Вот, собственно, и все. А дальше ты еще просто живешь, чтобы тебе было жить интересно, еще какие-то деньги зарабатываешь, там, тратишь их, опять же, на тех же детей. Ну, вот, еще раз, главное – жить, а не главное – работать. У нас на линии наша радиослушательница Татьяна. Она хочет задать вопрос. Татьяна, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот, вы разговариваете с успехи, и приводятся какие-то примеры. Все больше мужчины. Меня интересен такой гендерный вопрос. Встречались ли вам действительно успешные женщины, и насколько, на ваш взгляд, там, пол зависит, от пола зависит успешность, потому что все-таки специфика там женская другая, женщины прерываются на действительно отпуска, опять же, детей. И вот, насколько это можно, по-вашему мнению, совместить? Я вот, я абсолютно, я не этот самый, я не разделяю, там, не знаю, человечество по гендерному признаку, в зависимости от успеха. Я не считаю, что успешных женщин очень мало, но, не знаю, есть, там, совершенно успешные, не знаю, писательницы, сценаристы, режиссеры. И, в общем, в творческих профессиях огромное количество женщин, которые реально успешные, они сильные, они профессиональные, с ними интересно. А потом, ну, не знаю, ну, вот, опять же, там, словосочетание «успешная мать», оно, вот, я не понимаю, что это такое, там, счастливая мать, понимаю, успешная мать, не понимаю, ну, просто, может быть, многие женщины сами для себя определяют какой-то вот такой, вот, моя участь, это вот, вот это, вот это, вот это, и дальше я нет. Вот, поэтому у меня это, в моей формуле это стоит на первом месте, ты должен поверить в себя, что ты это можешь, вот. Если ты можешь, если ты веришь сам себе, и ты понимаешь, что ты можешь, вот, выйти за рамки чего-то такого, вот, там, каких-то глупых убеждений, что женщины это, не знаю, дети и кухня, вот тогда может все получиться. И огромный пример, не знаю, безусловно, успешных женщин в политике, их, конечно, не так много, как мужчин, но, вот, и в бизнесе, не знаю, Меркель, ну, гениальнейшая тетка там, даже жена у Клинтона тоже вроде ничего, там, что-то какого-то успеха. Все-таки стать, там, госсекретарем США, я понимаю, что это нужно иметь, в общем, мозги и не только. Ну, поэтому, я не читаю. Это все зависит от каждого конкретного человека. Вот, каждый конкретный человек решает, кем ему быть, или просто водителем в автобусе каждый день одно и то же, или ему, вот, придумать, не знаю, Apple и iPad. Вот, вот, это решает каждый сам. Татьяна, спасибо большое за такой неожиданный вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что у нас в эфире Александр Карпов. Я, Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов». Саш, многие говорят, что если они будут заниматься тем, что им нравится, и что им по душе, то денег они особо не заработают. Что ты можешь сказать на этом? Ну, неправда, это неправда. Ну, нет, смотрите, есть две вещи, еще раз говорю. Есть, с одной стороны, справедливое утверждение, что если я буду делать то, что мне нравится, я не заработаю. С другой стороны, я могу заработать, но это мне не нравится. Всегда можно найти середину. Я как-то все время нахожу середину, я делаю то, что мне нравится, и мне это приносит деньги. Потому что если я буду делать что-то, что мне приносит деньги, мне не нравится, мне станет скучно, я буду делать это плохо, и, в общем, в результате и денег не будет. Поэтому у меня было, не знаю, несколько предложений. Мне друзья говорили, ну, какая разница, ты же менеджер, тебе чем управлять, не знаю, вагоны с сахаром продавать или там в медиа, я говорю, не знаете, вот вагоны с сахаром меня совершенно не вштыривает как-то. Ну, пусть их кто-то другой продает, кто ловит, там, получает удовольствие от этого. Всегда можно придумать идею, которая тебя будет удовлетворять, и ты будешь получать от этого удовольствие, и тогда все получится. Это не как в математике, есть условия, как же там, обязательные, есть условия желательные. Вот обязательные условия – это, там, получение кайфа от того, что ты делаешь. И тогда и деньги будут, и все на свете. Нужно просто придумать бизнес-идею. Тут для этого нужно чутье, и вот это стратегическое мышление, которое позволит тебе правильно сформулировать цель, и понять, что эта цель, то, что ты делаешь, это будет востребовано людьми. Вот смотри, как бы в продолжении этой темы одной из главных потребностей человека Абрахама Маслова считал самореализацию. Но если это так, то как реализовать себя? Как наполнить свою жизнь смыслом? Вот это сложно. Знаешь, я знаю огромное количество, то есть как бы рано или поздно все люди задают себе вопрос о собственном предназначении, о самореализации, а как-то... И, насколько я знаю, никто так и не дал ни одного внятного ответа, не сформулировал четко ответ, для чего мы, собственно, в чем наша, как ты говоришь, миссия, или каково наше предназначение. Не знаю, каждый сам для себя определяет это. И кому-то кто-то занимается, там, не знаю, кто-то занимается какими-то восточными культурами, ездит в Индию, проводит время в Гималаях, там ищет какие-то сакральные смыслы в себе, в окружающих. Я с уважением к этому отношусь. Просто я в Гималайи точно не поеду, мне там делать нечего, мне там скучно. Если только какое-нибудь радио открыть очередное, может быть. Вот. Не знаю. У меня с самореализацией, еще раз говорю, я как-то вот там уже много лет назад у меня вот повернулась голова в сторону семьи, я понимаю, что вот у меня главная задача, вот главное, зачем я живу. И все как-то у меня так сразу после этого по полочкам разложилось, и нормально все стало. Я даже в бизнесе, как-то на меня, правда, люди странно смотрели, но я совершенно спокойно говорил, когда мне предлагали, давайте встретимся в 9 вечера, я сказал, вы знаете, извините, я не могу, мне нужно всем выйти с работы, потому что я в 8 должен быть дома, я должен искупать ребенка. На меня смотрели все странно, потом к этому привыкли, я говорю, знаете, давайте встречаться лучше в 8 утра. Ну то что, мы же там, я думаю, ну а вот для меня 8-9 или 10 вечера так же неприемлемо, как для вас в 8 утра, давайте искать какие-то ничего. Мы находили точки соприкосновения, и потом встречались днем совершенно спокойно, и все нормально. Ты сказал одну очень важную вещь. Искупать ребенка, иногда это и есть смысл жизни. Напоминаю, что спонсор нашей программы, компания АБТ-тренинг, эффективные тренинги для персонала, мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт АБТ-тренинг.ру, телефон в Москве, плюс 7-985-784-58-62, плюс 7-985-784-58-62. Продолжим через мгновение. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Мой гость Александр Карпов, человек, который всю свою жизнь отдал теле- и радиовещанию. У нас есть вопрос с сайта. Михаил спрашивает, помните ли вы, когда заработали свои первые деньги и на чем? Помню прекрасно. Это было в студенчестве. На первом курсе я получал стипендию, и папа с мамой высылали как-то. И, в общем, мало было, но что делать. Там 90 рублей получалось. Потом на втором курсе у меня росли какие-то желания, и денег, в общем, не было. И я понял, что пора работать. С третьего курса я начал работать. Где-то у меня апофеозом был пятый курс, когда я просто спал на лекции, на первой лекции у заведующего кафедры. Ну, потому что до этого я пришел с дежурства. В общем, мне завкафедры, мне говорят, слушай, ну, даже, ну, понятно, на пятом курсе уже отношения другие были к студентам. Уже нас не выгоняли, мы, собственно, не расслабились из-за этого. Вот, и завкафедры мне говорят, слушай, ну, ну, что ты, я говорю, ну, я сработаю. Он говорит, ну, что ты, ну, сколько ты получаешь? Я что-то посчитал, он мне говорит, вы знаете, я говорю, я вот в этом месяце заработал там 750 рублей. Это был 83-й год. Завкафедры замолчал и сказал, ты знаешь, у меня зарплата меньше. Я говорю, ну, вот так вот, да. Поэтому в студенчестве, начиная с третьего курса, мы там пахали, зарабатывали. Я был, не знаю, компрессорщиком в бассейне, баллоны надувал для этих спортсменов, которые подводным плаванием занимаются там. Колымил в геодезической партии в одной, и там на спасательной станции работал. В общем, чего только не было. И как-то мы так, было много денег в студенчестве, зато было очень хорошо сгонять на выходные с девушкой в Москву. В общем, при доходах в 700 рублей в 83-м году было очень легко. Ну, да, как-то они так, ну, гуляли с друзьями. Ну, очень хорошо, помню. Было весело. Саш, случаи, фортуны, везения, насколько они нужны, чтобы добиться успеха? Это, безусловно, вот, это, безусловно, нужно появиться в нужном месте в нужное время. Это вот одна из формул, одна из составляющих успеха, которая от тебя не зависит. Но ты должен почувствовать, что вот ровно там через, не знаю, два года, пока ты будешь развивать этот проект, наступит то самое время, и будет то самое место, где этот проект будет востребован. Вот это чутье, это опыт. Вот это, к сожалению, уже... Но это только вот со временем приходит ощущение. Оно... Без этого точно никак нельзя. Ну, вот, потому что... Вот, там, с тем же, там, с компанией Афонтова, которой я горжусь, мы с партнерами когда создавали, это был, там, 92-й год. Фактически это... Ну, до этого в Красноярске вещал, там, один частный канал два раза в неделю, там, по три часа какие-то они видики показывали. А мы сразу замахнулись на круглосуточное вещание, в общем, и мы стали делать другое телевидение. Вот тогда вообще были времена надежд таких вот. И мы тогда все просто горели, потому что было очень сложно. Я помню прекрасно, что там в середине 90-х, ну, была катастрофа, денег не было вообще, там, не знаю, я себе яблоко не мог позволить купить. Я помню, как я первый раз поехал за границу, у меня было 101 доллар, из которых 100 я занял, а один был собственный. И мне нужно было прожить там месяц. Ну, в общем, я выкрутился, конечно. Но денег не было, и не было отчаяния, потому что была надежда, что вот страна меняется, мы как-то жили, и вот там завтра, завтра мы создавали будущее. Сейчас этого уже, к сожалению, нет. Как-то все там немножко по-другому происходит в данный момент. Но, в общем, но мы тогда появились в нужное время, в нужном месте и с очень нужным для людей проектом, потому что мы делали новые телевидения тогда. И реально мы стали, ну, таким брендом номер один в городе Красноярске. Потом еще пришли ребята профессиональные на другие каналы появились, которые тоже делали хорошее телевидение другое. Оно, может быть, мне не всегда нравилось, но люди нравились, судя по рейтингам. В общем, как-то так. Ну, Красноярск вообще уникальный город. Там до сих пор, не знаю, 7 или 8, 7, по-моему, локальных выпусков новостей на разных каналах выходят. И как-то живут, в общем, такое прям... Я просто, я горд, что мы в том числе стояли у истоков вот этого такого телевизионного бума города Красноярска когда-то. У нас еще один вопрос с сайта. Петр спрашивает, как вы относитесь к созданию общественного телевидения? Нужно ли оно и реально ли это в нашей стране? Я думаю, что с этой идеей опоздали лет на 15, если не на 20. Это во-первых. Во-вторых, ну, как бы в рамках существующей системы она абсолютно не нужна. И в-третьих, ну, я не понимаю, зачем делать общественное телевидение, если можно. У нас есть куча каналов, есть холдинг ВГДРК, который 100% финансируется государством и принадлежит государству. Есть государственные, скажем, каналы, где государство имеет контрольные пакеты. Ну, вот, ну, какая-то, мне кажется, несусветная глупость с этим общественным телевидением. А потом, честно, я не верю в управление телевидения. Это же всегда, то есть, кто-то один должен принимать решение. Структура управления общественного телевидения, которую, ну, вот, я читаю из интернета, она какая-то настолько не жизнеспособная. Она рухнет через какое-то время. Вот в качестве, там, не знаю, у нас был, когда на ТВ-6 пришел этот уникальный журналистский коллектив, там уже как-то все по-странному было, вот, управление выстроено, и оно и рухнуло, потому что невозможно коллективно принимать решение. Должен быть лидер один. Вот кто принимает решение, кто за них отвечает. Вот в общественном телевидении, мне кажется, этого нет, и поэтому там какая-то общественная палата, Госдума, ну, в общем, каждые твари по паре, в результате лебедь, рак и щука, и мне кажется, что это, ну, бесполезно. Но самое главное, с этим опоздали лет на 15. Скажи, пожалуйста, а что такое время? Вот ты говоришь, лет на 15. Что такое время вообще, и как научиться эффективно управлять временем? Ой, вот это сложно. Это сложно. Время, не знаю, время, время, не думал, но время какое-то такое, такое, сразу, он так быстро как-то со свистом летит. У Гришковца было очень хорошо. В одном из его спектаклей сказано, когда он маленьким ребенком ловил снежинки на варежку, и так много часов подряд, и, в общем, времени было вот. А сейчас как-то оно сжалось катастрофически до уровня там черной дыры, и вот, и уже его нет. Не знаю, для меня это непонятная субстанция. Я понимаю, что его нужно ценить, и нужно дорожить каждой секундой, но, с другой стороны, иногда так хочется, ну, не знаю, там какую-нибудь, берешь книжку, читаешь, ела упала, как четыре часа прошло. Как так? Я тут всего-то ничего почитал. А тебе еще нужно делать вот это, вот это, вот это. Думаешь, блин, да и гори, но синим пламенем я лучше книжку почитаю. Вот у меня со временем проблемы как-то. Я, в общем, вроде все успеваю, но я трудоголик по натуре, поэтому вроде все успеваю, хотя вот сейчас передо мной стоят там две мегазадачи, это там дошлифовать английский и выучить испанский. Я не знаю, когда я это буду делать, мне не хватает времени катастрофически. Но надо просто разложить, я для себя уже понял, чтобы... А, у меня три проекта, вот там два языка и надо курить-бросить. Просто я понял, что поскольку я бизнесмен, ну, как бы вот предприниматель, то мне нужно воспринимать это как проект, и поскольку я человек такой амбициозный, то вот надо понимать, что вот есть проект под названием «Бросить-курить». Так, значит, нужно разложить по полочкам, и дальше, в общем, до тех пор, пока я не добьюсь успеха, я, в общем, буду... То есть я должен бросить курить. Но со временем, не знаю, время – это больная тема. Вот как-то очень тяжело, особенно раньше его как-то было больше. Может быть, может быть, у нас часы немножко подвели, в хуми шили часов на восемь, на девять. Смотри, на пути к успеху важно, чтобы люди тебе доверяли. Скажи, пожалуйста, а как завоевать доверие людей? Ну, это только репутация. Это вот, грубо говоря, ты же живешь не в каком-то безвоздушном пространстве. Там тебя знают, ты знаешь, и тебе, там, не знаю. Ну, вот я тоже, там, для меня репутация – это все. И поэтому, если ты ее заработал, этой репутацией, ты ей дорожишь. Вот я считаю, что главное, там, что я в бизнесе ценю больше всего в себе – это собственную репутацию. То, что, ну, и в других людях точно так же. А репутация – это зарабатывается годами. Теряется очень быстро, правда, но зарабатывается тяжелым трудом и годами, так же, как и успех. То есть можно быть успешным, но с плохой репутацией. А вот хорошо, когда успешный, счастливый, да еще есть хорошая репутация. Это просто вообще голливудский фильм какой-то. Но огромное количество людей, умных, образованных в России, мне нравится с ними общаться. Это просто гениальные люди. Я вообще люблю чужой опыт, потому что я из этих уроков, я люблю общаться с людьми, потому что я из этих уроков для себя извлекаю что-то полезное. Я всегда это на полочке кладу, кладу, кладу где-то там в голове. А потом в нужный момент раз, что-то и вытащу. Поэтому репутация – это очень важно. У нас осталось с тобой мало времени. У меня к тебе еще один вопрос. Говорят, что успешные люди обычно харизматичны. Можно ли стать харизматичным? Или харизма дается только от природы? Как ты думаешь? Думаю, что можно стать харизматичным. Это же тоже определенный. Нет, кому-то это дается от природы. Кому-то дается от природы, не знаю, хорошо танцевать, он просто дальше это развивает. Кому-то дается от природы харизматичность, он дальше ее развивает. Но в принципе, если человек поставит перед собой задачу, то он станет харизматичным. Я помню, мы в году в 91-м записали интервью с Жириновским. Тогда он совсем был еще Жириновский, Жириновский. Он уже тогда был в эфире, такой вот, как сейчас. А на улице вышли, там, не помню, то ли покурить, то ли абсолютно нормальный, спокойный человек, адекватный, умный. Я подумал, надо же, какая разница. И понимаю, что у него это... Он поставил перед собой задачу – быть харизматичным. И так вот вошел в эту роль, и, по-моему, в ней и остался до сих пор. Поэтому это тоже развивается. Но харизма – это же не... Ну, как бы... Харизма – это такой внутренний стержень, вот несгибаемость. Это же не обязательно, что ты должен, там, не знаю, каким-то публичным оратором. Это просто вот... Харизма измеряется наличием железных шариков у мужчин. Ну, вот так, грубо говоря. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить нашего чемпиона, Александра Карпова, за то, что он поделился своими мыслями об успехе и своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо большое, Саш. Спасибо вам, что пригласили, и, может быть, даже что-то интересное сказал. Итак, я хочу напомнить, что спонсор нашей программы – компания «АБ-тренинг» – эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abtrining.ru, телефон в Москве – плюс семь девятьсот восемьдесят пять семьсот восемьдесят четыре пятьдесят восемьдесят шестьдесят два, плюс семь девятьсот восемьдесят пять семь восемьдесят четыре пятьдесят восемьдесят шестьдесят два. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам.ФМ» и я, ее ведущий, Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте финам.фм. До свидания и до встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте девяносто девять и шесть ФМ.